Преподобный отец Николай, память коего празднуется 24 декабря, живший в IX веке, был воеводою при греческом царе Никифоре и имел в управлении своем многие воинские полки. Однажды, когда сей царь воевал с болгарами, пошел на войну и Николай со своими войсками. Когда наступил вечер, он вошел в гостиницу и после трапезы, помолившись, лег спать. Ночью, во вторую и в третью стражи, дочь содержателя гостиницы, уязвившись греховным вожделением, тихо подошла к постели воеводы и, разбудивши любодейственными словами, склоняла его к скверному греху. Но воевода сказал ей, успокойся, девица, от сатанинского неистового вожделения и не желая сквернить своего девства, а меня окаянного не звести во глубину ада. Устыдившись, девица отошла, но потом опять подошла и снова принуждала ко греху целомудренного мужа. Воевода во второй раз отослал ее от себя, но она и в третий раз пришла к нему, распаляемая нечистую похотью. Тогда блаженный воевода сказал ей, о окаянная и всякого бесстыдства и неистовства исполненная, разве не видишь, что тебя возмущают бесы, дабы лишить тебя девства и сделать смехом и поношением для рода твоего и для всех, а душу твою ввергнуть в муку вечную? Не видишь, что я иду на брань и кровопролитие с народами варварскими? Как же я оскверню тело мое, идя на войну? Нет, не осквернюсь при помощи Божией. Сие и многое другое сказавши, бесстыдной, с веччестием прогнал ее. Когда потом наступил день, воевода встал и, помолившись, отправился в путь. В следующую ночь он видел во сне, будто стоит на каком-то светлом месте, а подле него сидит некто сильный, положив правую свою ногу на левую, который и сказал воеводе. Видишь ли войска с обеих сторон? Воевода отвечал, вижу, господин, что греки бьют болгар. Явившийся сказал воеводе, посмотри на меня. И посмотрев на сильного, он увидел, что тот положил теперь левую ногу на правую. Когда он сделал это, воевода увидел болгар, ободрившихся, без пощады истреблявших полки греческие. Когда сражение кончилось, сильный тот сказал воеводе, посмотри со вниманием на тела убитых и скажи, что ты видел. Осмотревшись, воевода увидел, что все поле полно было мертвых тел, среди же всех одно место свободно, как только лечь одному. И сказал, господин, все поле полно греческих трупов, остается только еще лечь одному. Тогда сильный сказал воеводе, ты же как думаешь о сем? Он отвечал, невеже и прост я, господин, а потому ничего не понимаю. Страшный тот снова сказал ему, это место, которое видишь между телами, было приготовлено для тебя. На нем ты убитый должен был бы лечь с прочими и восполнить сей недостаток. Но по элику прошедшую ночь того треплетенного змея, на скверное смешение трижды поборавшего тебя и хотевшего убить, ты мужественно отринул. Через сие сам себя избавил ты от смерти. Сие место сделал свободным и душу твою спас вместе с телом. А теперь, освободившись от смерти, довольно поработаешь и мне. Увидев и услышал сие праведный Николай в страхе и ужасе пробудился и встал молился Богу о своих воинах. Когда наступило сражение, то сначала греки брали верх и одолевали болгар. Потом болгары, ободрившись, начали одолевать греков. И как разъяренные звери храбро напали на полки греческие, без пощады гоняя их и побивая. И скоро вся сила греческая пала от меча болгар. Едва только успел убежать царь Никифор с малою дружиною. Тогда блаженный воевода Николай, увидев исполнение сна и возблагодарив Бога за свое спасение от смерти, оставил воинский сан свой и ушел в монастырь, неутешно плача и рыдая о погибших воинах. Принял затем схему и несколько лет усердно поработал Богу, сделался одним из прозорливых и великих отцев, с которыми сподобился и части на небе о Христе Иисусе Господе нашим. Ему же слава во веки веков. Аминь. Источник. Жития святых. 1880 год.